Всем привет! Это наш новый формат, проект на платформе Boosty, который называется Шхуны Чава, а мы Андрей и Ира, его ведущие. Вы смотрите этот выпуск благодаря нашей команде поддержки. Спасибо ей. Продолжим тему классической навигации. Счастление. Часть первая. Море, подвижная изменчивая среда и человеку для целей навигации приходится использовать какие-то контакты с известной ему твердью. Иногда достаточно открывшегося вдали маяка или измерения серии глубин, чтобы с чувством глубокого удовлетворения определиться, понять, где ты находишься. В качестве твердей можно использовать космические объекты с известными характеристиками, на чем и основаны и астронавигация, и все современные спутниковые системы позиционирования. В плане возвращения к истокам мы уже рассмотрели самую главную экзотику на сегодняшний день, теорию круглой Земли, мореходную астрономию и некоторые астрономические методы определения места судна. В условиях идущего в море судна необходимо знать, где мы находимся в каждый момент времени, а не только, когда горизонт прочистится для взятия высот светил, или когда мы увидим на горизонте Землю и сможем ее опознать. Настоящая штурманская классика основана на так называемом счислении, расчетном определении места судна на основе имеющихся данных о курсе, пройденном пути и различных факторов, вносящих погрешности в эти вычисления. Да и астрономические методы начинаются с точки предполагаемого места судна, именно по счислению. Давайте продолжим с упором на хорошую морскую практику и попробуем извлечь из этого пользу. О приборах и инструментах. Прежде всего, это магнитный компас. Морской компас это как раз то, что связывает морехода с твердой частью планеты. Его вращающаяся часть, магнитная картушка, установленная на острие иголки, топки и помещенная в жидкость, устанавливается вдоль линии магнитного поля по магнитному меридиану. И лодка вместе с экипажем вращаются при изменении курса вокруг этого неподвижного центра мира. Картушка морского компаса размечена по часовой стрелке в градусах от 0 до 360 и в основных румбах, у которых есть имена. Это север, норд, юг, зюит, восток, ост и запад, вест. Компас устанавливается на судне так, чтобы его курсовая нить была параллельной линии курса лодки. Другими словами, указатель курса должен быть установлен параллельно ДП судна диаметральной плоскости, его продольной оси симметрии. При всей очевидности этого утверждения, в молодые годы я чудом не выскочил на мель ночью в условиях плохой видимости, в результате того, что курсовая линия компаса на катамаране была ошибочно выставлена под небольшим углом к ДП. Теперь добавим немного терминологии. Курс – это угол между направлением на север и линии курса лодки. Пеллинг – это угол между направлением на север и линии из точки наблюдения на какой-то внешний объект. Углы измеряются по часовой стрелке от 0 до 360 градусов. Поскольку для цели навигации нужен истинный курс, то есть угол, который отсчитывается от направления на географический север, нам нужно добавить определение. Магнитное склонение в английской морской терминологии Variation – угол между географическим и магнитным меридианами в точке наблюдения на земной поверхности. Значение магнитного склонения положительное или восточное, если северный конец стрелки магнитного компаса – это тот, который направлен к северу, отклонен к востоку от географического меридиана, и отрицательное или западное, если к западу. Истинный курс лодки можно вычислить из магнитного по формуле. Истинный курс равен магнитный курс плюс магнитное склонение со знаком. Я приведу реальный пример для нашего района. Магнитное склонение здесь западное. Для 2020 года – 10,55 градуса. Годовое изменение – минус 5 угловых минут. 5 угловых минут переводим в десятичную форму. Это 0,08 градуса. Результат для 2021 года – западное – 10,63 градуса. То есть наш извечный истинный курс, генеральный курс от острова Уши на оконечность мыса низкого острова Попова – 218 градусов. В сезоне 2021 года мы будем переводить его в магнитный по формуле магнитный курс равен истинный курс минус магнитное склонение. Результат – 229 градусов. В реальной обстановке магнитное поле Земли искажается объектами, окружающими компас. Чтобы перейти теперь от ситуации идеального компаса в вакууме к реальной жизни, придется ввести еще одну поправку – девиацию. Девиация – это угол между магнитным и компасным меридианами, тем, что показывает компас в условиях реального судна. Девиация, особенно в случае, когда наша лодка с остальным корпусом – это специальная тема с девиационными работами по ее уничтожению, корректирующими магнитами, графиком и таблицей остаточной девиации. Спустим лодку на воду, сделаем практическую работу. Здесь пока остановимся на том, что она есть и требует к себе внимательного отношения. Определение и формула для девиации подобны определению для склонения, тем проще ее запомнить. Магнитный курс равен компасный курс плюс девиация со знаком. Продолжим с нашим практическим примером. Для того, чтобы получить из магнитного курса 229 градусов компасный, нам понадобится график девиации, сделанный по результатам девиационных работ. График удобен тем, что можно легко находить компасный курс из магнитного и наоборот, не вспоминая формулу и не занимаясь вычислениями, ну, кроме интерполяции, как обычно. Находим значение девиации, соответствующая магнитному 229. Девиация восточная, 1,2 градуса. Округляем до целых. Компасный курс равен магнитной минус девиации, то есть 229 градусов минус 1,228. Для практики достаточно запомнить эти две основные формулы. Истинный курс равен магнитный курс плюс магнитное склонение. И магнитный курс равен компасный курс плюс девиация. Формулы алгебраические, склонения и девиация используются во всех навигационных формулах со своими знаками. Плюс восточная и минус западная. Для наглядности приведем пример решения в графическом виде. Есть люди, которым проще вспомнить картинку, нарисовать такого жучка при расчете. Сразу появляется ясность со знаками и связь между этими курсами с буковками. На такой картинке сразу видна иерархия курсовых углов и легко запоминается последовательность их построения. Для наглядности углы немного утрированы, но знаки магнитного склонения и девиации сохранены. Показания компаса могут измениться по разным причинам. На длинных переходах девиация постепенно меняется из-за перемагничивания стальных частей лодки. В высоких широтах, вблизи магнитных полюсов, где линии магнитного поля идут под большими углами к горизонту, компасы начинают работать некорректно, вплоть до того, что картушки наклоняются и начинают цеплять за корпуса приборов. Можно, кроме того, нечаянно или специально с диверсионными целями исказить показания компаса случайным железным предметом, оказавшимся поблизости. Читайте Жюль верно, 15-летний капитан. Да, и не будет лишним напомнить выходящим на вахту к рулю, что металлические предметы в карманах могут увести вас далеко от правильного курса. Так что периодический контроль показаний компаса и определение его поправки – это обязательный элемент хорошей морской практики. Определение поправки компаса. Самый точный и быстрый путь определения поправки главного компаса – взять пеллинг на какой-нибудь эталонный объект и сравнить показания компаса с эталонными. В современной яхтинный компас не позволяет брать пеллинги, поэтому лучший вариант использования ручного компаса пеленгатора. Хотя я долгие годы успешно использовал Ирзац пеленгатор – бумажную картушку с центральным штырьком для солнечной тени. Проще не придумать. Шкала пеленгатора распечатывается на лазерном принтере и приклеивается на CD-диск, вращающийся в родной коробочке. Если кому-то надо детали, я добавлю ссылку в комментах к ролику. Потом я неожиданно нашел в своих запасах небольшой компас. Когда-то он использовался на первой маленькой чаве и у которого тоже оказался центральный штырек для солнечной тени. Сделал ему ручку на 3D принтере и в результате получился полноценный компас пеленгатор. Он хранится в штатном гнезде на полке рядом с штурманским местом и регулярно используется. На нашей лодке, если поднять компас на пару метров над кормовой палубой и держать его при этом в диаметральной плоскости, девиация практически отсутствует. Так что, чтобы брать чистые магнитные пеленги, достаточно встать ногами на мостик рулевого и опереться спиной в кормовую опору грота гика, поднимая компас пеленгатор на уровень глаз. Теперь, собственно, о измерении поправки. Приведу несколько способов простых и только астрономических для открытого моря, хотя вариантов на самом деле много. По Солнцу. Мы знаем, что Солнце в дни равноденствия восходит точно на востоке. В другие дни между восходящим, заходящим Солнцем и востоком, западом возникает горизонтальный угол, азимутальный угол альфа. У этого угла есть древнее название – амплитуда. Зная его и измерив магнитный пеленг на Солнце, или курсовой пеленг с помощью картушки из CD-диска, мы определим суммарную поправку компаса и выясним, верен ли наш курс. Первый вариант расчетный для умных. Амплитуда связана с широтой места и склонением Солнца формулой. Синус амплитуды равен синус склонения Солнца, деленный на косинус широты, то есть имея калькулятор, зная свою широту и склонение Солнца на дату, всегда можно вычислить, где будет истинный восток-запад относительно восходящего-заходящего Солнца. Формула работает для геометрического восхода, заката, то есть из-за наклонения горизонта и рефракции брать пеленги нужно, когда Солнечный диск целиком над горизонтом примерно на высоту своего диаметра. Второй вариант графический. Калькулятора нет, формула забыта, поправка компаса тем не менее нужна. Есть простое графическое решение на пальцах. Углы устанавливать с помощью вытянутой руки. Палец соответствует углу 2 градуса, кулак 10 градусов, расстояние между мизинцем и указательным раскрытой пятерни это около 15 градусов, между мизинцем и большим пальцем около 20 угловых градусов. Пример для даты 20 января, склонение Солнца около 20 градусов. Южная, широта места 43 градуса северной широты. Это Владивосток, это наше место. Нам нужно мысленно нарисовать на небе траекторию дневного движения Солнца в соответствии с широтой. По ней будет двигаться наш угломерный инструмент, рука. Руку настраиваем в соответствии со склонением и опускаем до касания с горизонтом. Точка касания с горизонтом направление на географический восток или если это делается на заходе запад. Для тропиков расчет сильно упрощается. В низких широтах Солнце утром выскакивает из-за горизонта почти вертикально и также вертикально падает на закате. Так что угол между истинным востоком и Солнцем на восходе и соответственно истинным западом и Солнцем на заходе будет совпадать с величиной его склонения. Третий вариант для Солнца по альманаху ежегоднику, причем для наших целей не важно какого он года. На правой странице ежегодника находим графу азимут Солнца, столбик для даты 20 января из примера выше и ищем строчку с нашей широтой. 43 градуса северной широты. 43 нету, есть 40 и 45. Делаем примерную интерполяцию между 116 и 118,2 градуса и округляем до целых 117 градусов. Это для восхода Солнца. Брать пеллинг нужно как только на горизонте появится его верхний край. Там есть ниже значение и для захода Солнца, так что вообще никаких формул, расчетов и фигур из пальцев. Просто табличное значение. По звездам. Вариант по полярной. Находим на небе полярную. Используем для этого, например, хорошо определяемое на небе северного полушария созвездие Большую Медведицу. Нужно провести линию через две звезды внешней стенки ковша. Это Альфа, Дубхи и Бета, Мирак. Эти звезды с древних времен именуют указателями. По этой линии нужно отложить 5 расстояния между указателями. На конце отрезка будет полярная. Вертикальная линия, отвес на горизонт от полярной указывает направление на истинный норд. С точностью до 1 градуса. Второй вариант. По звезде Минтака. Созвездие Орион. На ночном небе в зимние месяцы легко увидеть созвездие Орион, имеющее характерную форму песочных часов. Орион интересен тем, что ведущая, правая в северном полушарии из трех звезд пояса Ориона, Минтака, находится на линии небесного экватора. Минтака всегда восходит на востоке и заходит на западе. На практике дымка у горизонта мешает. Тем не менее, в период времени до 2-3 часов от восхода-захода эти точки горизонта определяются достаточно точно, чтобы использовать для навигации. Нужно построить на небе линию от опознанной Минтаке к горизонту под углом равным 90 градусов минус широта места. Этот способ применим и для бумажного решения с транспортиром и линейкой и хорошо запоминается. В следующем выпуске в рамках нашей темы, а тема осчисления, нам нужно будет разобраться с измерением пройденного пути с расчетом погрешности и тактикой перехода в условиях традиционной навигации. До свидания!